Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Закончился суд, решили лишить их всех прав и казнить через расстреление. Вот эта дверь подлинная, за которой сидел в одиночной камере, и окунная решетка тоже подлинная. В 1990 году я ее забрал в Махачкале по улице Красноплодской. Находился перевалочный пункт для подлинных заключенных. В ванной комнате служило окошко этого решета. Я изготовил вот такую раму современную, отвез, снял это, привез сюда. В 1990 году, когда мы отмечали столетие со дня рождения Улыбия. Эту дверь открыли, ну подкупили сразу, дали возможность уйти Улыбию. Других товарищей они освобождать не могли. Могли только у Улыбии освобождать. Но у Улыбии поставил условие. Если вы хотите освобождать меня и освобождать вместе со мной 7 минут из общей камеры, 5 минут, хотя бы троих, но не меня одного. Поставить товарищей и быть освобожденным я не желаю. Это как-то не поможет. И осталось это где-то на утро открыто. Сегодня я каждый раз рассказываю это, показываю и смотрю в лица моих аудиторий. Какое чувство должно быть у человека? Что должно быть у человека такое, чтобы дверь осталась открыта, а он ушел в ночь? Идеализм. На рассветы, ну это хорошо, но оставить товарищей, уйти это как-то не поможет. И какие-то громкие там слова просто. Рейтарский балк, как рейтарский поступок. Рейтарский поступок. Да. Как русский. Был расстрелян в тюрьме, значит, в день окончания суда. Его расстреляли, как русский, в день окончания суда, в тюрьме. Его расстреляли. А он был в уяске Кумык. Я вам хотел сказать, что да, он Кумык. Он руководил всем этим делом. Абдул-Нежид Алиев, аварец. Абдул-Алаб Гаджи Магомедов, Дальгинец. Абдул-Рахман Исмаилов, Лизгин. Абдул-Гамедов, Саид. Лакс. Я сказал шинский, русский. Смотрите, представители всех коренных народов Дагестана. Абдул-Рахман Исмаилов были расстреляны вместе с ним. Вот картина расстреляла, да? Абдул-Рахман Исмаилов. Ему не полно 29 лет. А одному из них исполнилось... Сколько 18 лет? Исмаилов. Исмаилов. Абдул-Алаб Исмаилов. Всего 18 лет было. И здесь он сказал несколько слов. Я вам говорил об этом. Значит, обращаясь к солдатам. Здесь, после залпа, когда врач осматривал трупы, он заметил, что у Луби Гуйняцкий не смертельно... Ну, один из них не смертельно ранен. Это его доклад. Он в очках. Видимо, он товар. Вот так он, значит, докладывает. Тогда Зеленцов и Гуров. Зеленцов добивает его двумя выстрелами из ногами. Научит написанный закон, который существовал в тысячи лет. Вот последнее письмо, адресованное этой девушке, я вам как-то рассказал. Плохо. Плохо. Да, 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 да. Вот эти все 17 писем у меня есть. Все 17 писем, оно закрепило. Вот это самое последнее письмо, записка, которое... Если вы нас расстреливаете как мусульман, я же вам говорил, Аскара Ильичинского как русского расстреляли в стенах тюрьмы, а их вывезли как мусульмане. Чтобы показать, что они, будучи мусульманами, в Дагестане сеют смуту, как бы, в народе. Тогда Улубий попросил дать разрешение им перед смертью совершить омовение. Вот этот момент, когда этот солдат лил воду из кувшина, Улубий бы иначе и сунул ему в руки вот эту вот пресмертную записку. Вот. Вот этот момент. Вот она, эта девушка. Вот она, эта девушка. Есть памятник у меня, Тату Булач. Безд, который стоял на аллее, на Супре, знаю. Сейчас она, говорю, музей находится. Безд Тату Булач, в Махачкале, по адресу Кархмасова, 1А. Учащейся молодежи, вот здесь вот фотографии, здесь вот пионеры, вопросы задают, она отвечает на вопросы. Вот часто встречалась учащейся молодежи, рассказывала, все это было. И Улубий просил, любви милая Тату и мою дорогу. Так написано в одном из этих писем. Воспитанная им на этих письмах, мы так говорим, она выучилась, она первая капсомолка в Дагестане. Одна из первых капсомолок в Дагестане. Она выучилась, окончила институт дорожного хозяйства в Москве имени Клиханова. Работала на высоких должностях. Прошла через репрессию. Да, репрессию прошла. И я посетителям говорю, что она, сохранив верность Улубе и Буйнадскому, умерла на 78-м году жизни в 1980-м году.